я вас приветствую друзья в этом видео хочу поговорить о фотографии которые якобы там откуда-то достал никто некий исследователь и всем показал что это вот неизвестная доселе фотография то графе давно известная давно я ее видел на ресурсах в том числе этого иностранного форума откуда я кстати беру всякие фотографии мое внимание тоже давно привлекало уже ее обсуждали уже неоднократно в основном она обсуждается по вот этой некой перекладине на одном из деревьев потому что в таком положении ветка расти но это редкость если в принципе может быть но уж слишком она прямолинейна и привлекает внимание многих якобы вот и либо прибита либо привязана то есть если прибита и привязана то это значит действие людское только люди могут так сделать ну за вот и явно не могли и если это сделала группа дятлова то с какой целью было одно из предположений что там подвесили какие-то продукты на эту палочку но честно сказать палочка давно хлипенькая и подвесить на нее серьезно килограммов там на 50 вес я думаю она вряд ли бы его выдержит если на то пошло поэтому я пока не сильно понимаю для какой цели можно было бы это сделать перекладинку и действительно ли это привязана или прибита много обсуждалось про эту фотографию ни к чему так и не пришли поэтому она и утверждает что она какая-то такая только-только появится это конечно откровенное вранье еще одно привлекает внимание на этой фотографии это конечно бегущий человек бегущий человек и тут я даже могу согласиться что выглядит это очень несуразно во первых отсутствие вот этой вот в этом месте явное отсутствие ноги потому что мы должны здесь видеть заднюю часть вот этой правой ноги ну и часть какой-то левой вот это пятно возможно это засветка но скорее всего это засветка но тут уже конечно есть у нас один товарищ который нам совсем не товарищ который зацепляется за это утверждает что вот это явный показатель что в это фотомонтаж само так вот неудачно стерли меня правда всегда удивляет что человек говорит что это фотомонтаж но кривой фотомонтаж а люди которые этот фотомонтаж делали для того чтобы сбрасывать они 100 без глаз что ли то есть он там в те времена как-то очень титул старательно что-то делает и допускает вот такой ляп получается да надо сказать либо умелый фотомонтажник либо неумелый если неумелый фотомонтаж виден сразу неумелого человека понимаете не по каким-то вот пятнышком а вообще сразу но я все таки ну как бы сказать меня не удивляет я могу согласиться в чем нелепость этой фигуры потому что судя по движениям которые мы видим чек яростно бежит вот просто максимальной скоростью бежит человек который только может при этом у него какая-то веревка сзади болтается нет не знаю что за веревкой для какой цели она у него там висит вообще смешно но факт то что он левую ногу поставил смотрите на каком расстоянии от иванова над ноги иванова находится нога до обратите внимание левая и сейчас ему надо куда-то поставить правую ногу и при этом моментально остановиться как вкопанному потому что есть он не прекратит это движение яростное он иванова снесет вот чтобы понять меня да вы попробуйте вот зимой сейчас у нас не уроком во многих местах выпал вот просто разбежаться перед каким-нибудь препятствием и где-то вот на таком расстоянии от него резко остановиться на снегу получится у вас нет я сильно сомневаюсь что получится и вот тут то ли ракурс какой-то странный то ли я не понимаю чего-то понимаете но я вижу человек просто не остановится и иванова явно капец сейчас он будет валяться на снегу то есть вот эта нелепость в этой фотографии прямо бросается в глаза и отсюда кстати по моему делается вывод что иванов туда врезан то есть вставлен то есть его там на самом деле нет но там вставлен как бы но я еще раз повторяю если такой искусственный фотомонтажер и тогда фотошопа программы не было раз человек искусство так вставил его на вас прям не видно следов это вставки и сделал такой ляп на ноге но как-то странно вы определитесь искусный он или не искусно про вещи которые там лежит на переднем плане засыпанные снегом ничего сказать особого не могу явно какая-то вещь никакого там тело естественно нет потому что если там укрыто тело как тогда утверждает еще опять таки некий горе исследователь что там должен быть либо карлик либо ребенок больше ничем там укрыт такие такую вещь не получится скорее все просто какая-то вещь причем лежит она уже здесь некоторое время не только что сбросено явно хочу обратить внимание на фотоаппарат иванова то есть я уже говорил об этом вот перенаглядно хочу показать смотреть иванов стоит с фотоаппаратом при этом он явно перематывает кадр то есть он уже сфотографировал что-то и сейчас вот этот правой рукой делают перемотку для тех кто не знает в те времена как бы пленку надо было перемотать иначе следующий кадр вы один будете шлепать кадр друг на друга вам ключ кадр не получится сделать и вот он занимается именно перемоткой в ручном режиме где вот эти фотографии вот с этого фотоаппарат деланы именно иванова я долго разглядывал что он здесь мог бы сфотографировать где вот фотографии среди поисков и так и не нашел вообще непонятно на каком месте это все происходит происходит это возле кедра но возле кедра мы вот такой обстановки не видели со вылезали вещи да и стояли лыжи значит это все-таки наверно лабаз но возле лабаза лыжи стояли по-другому вот пожалуйста можно посмотреть на фотографии четко увидеть вот эти лыжи как они появились на фотографиях возле лабаза так называемого и так эти лыжи до конца и не убирались фотографировали постоянно фотографировали и лыжи так и стоят я кстати удивила что отец вы что не убирали когда лабаза то поле они явно должны были ночь как-то все-таки помешаться я думаю ну вот надо было оставить саду и живот смотрите лабаз но самое удивительное что вот на этих лыжах который возглава то нет снега а на лыжах которые стоят вот здесь вот явно в связке начать креплениями наружу а с поверхностью скользящих друг другу на них снег есть и стоят они явно давно палки на них привязаны воткнутые одно в другое через кольцо привязаны тоже к этой паре лыж то есть обычно так ставит лыжи на время когда их не собираются использовать некоторое время и узнать кто-то так это сделал воткнул их занесло снегом то есть они стоят давно то есть и считать сказать что это снег был значить во время ходьбы по лыж не идет и снег набирается на самих лыжах сверху можно так сказать но глядя на другую пару лыж которые находятся за ивановым вот они воткнутые мы видим на нос и снега но мы видим места где снега нет то есть во время втыкания этих лыж в снег оттуда они это эти этот снег слетел и получается это лыжи явно у кого-то из участников этой фотосессии а вот эти лыжи они не в там не были воткнуты только что иначе бы с них снег слетел понимаете в чем вопрос и возникает вообще непонятно куда бежит этот человек почему так судя по его движениям возбужден что фотографирует иванов и почему он смотрит на эти лыжи почему они его так сильно привлекли внимание что он там фотографирует ну и наконец самый важный вопрос а в каком месте это происходит где ведь судя по уклону которые мы видим это место если это возле кедра то это должно быть где-то сбоку кедр фотографироваться посмотрите какой уклон на вот этой фотографии того места вот и кедра видите да если посмотреть на фотографию лабада мы тоже уклон видим который идет на нас на фотограф вот четко виден край верхний край до того склона которую который спускается в нашу сторону здесь так сфотографировано 100 получается справа налево уклон то есть опять таки где-то в лесу на каком-то уклоне но непонятно где в районе так называемого лабада или в районе то кедра и опознать это вообще никак не возможно честно сказать я даже я долго рассматривал многие фотографии сравнивал и так и не понял какому ты месту это можно привязать потому что я не видел опознавательных каких-то вот деревьев таких похожих возле кедра это и не увидел каких-то опознавательных таких вот тоже бросающихся глаза деревьев возле так называемом место где был лабаз чтобы здесь это тоже присутствовал на фотографии вот этой и возникает к чему я всего этот все почему начал разговаривать поэтому фотографии у меня возникает стойкое ощущение что на этой фотографии происходит находка чего-то достаточно такого серьезного происходит что-то нашлось но это что-то нашлось ну не возле кедра и не возле лабан и возникает вопрос где и ответа это только есть у нас на фотоплёнки иванова которую мы не видим потому что вот так воткнутые лыжи на фотоплёнки иванова как здесь мы не увидели нигде ну вообще не ни на каких фото пленках поисковиков а лыжи возле лабаза были воткнуты но еще раз показываю по самое крепление то есть вот в чем еще разница возле лабаза лыжи воткнули покрепление большая часть она была в снегу а здесь мы вы же воткнуты видим всего лишь на небольшую глубину не покрепление то есть и это еще один признак что это не лыжи возле лабаз и на лыжах вот лабаза не было лыжных палок лучших точно бы никто не оставил так что это вот очередная загадка неразрешимая пока у нас не появится каких-то новых фотографий и очередное доказательство что в этом деле существуют еще какие-то материалы которые нам недоступны будут ли они нам когда-то доступны сказать сложно но что они были это точно пишите комментарии на эту тему подписывайтесь кто еще не подписался но мне только остается сказать до новых встреч друзья